Она чтит свои корейские корни и сама сажает картошку, не боится сибирских морозов и собирается написать гимн нефтяника. На этой неделе с гастролями в Югре побывала заслуженная артистка России Анита Цой. Перед концертом в Ханты-Мансийске звезда шоу-бизнеса дала интервью нашему телеканалу. Далее традиционная рубрика «Гвоздь программы». Здравствуйте, Анита. Всем привет. Все знают, что у вас корейские корни. Корейцы же чтят свои традиции. У нас в Югре тоже есть народы, чьи традиции мы уважаем и чтим. Это ханты-манси и лесные ненцы. На ваш взгляд, как такие народы, какую роль они играют в обществе и вообще в мироустройстве в целом? Невозможно без этих наций прочувствовать весь колорит места, в котором мы сейчас находимся и живем. Здесь все должно быть исторически вкусно. Вот тогда это место имеет значение на этом большом земном шаре. Югра вас встретила трескучими морозами. Ох, хорошо. Ну, нам-то, сибирякам, минус 40 – это вообще самое то. А вы, раз не отменили свои концерты, значит, тоже не боитесь морозов. Я вот буквально приехала ночью сюда и сбросила сразу минус 5 килограммов. То ли от холода, не пойму, то ли просто у вас климат здесь такой хороший. Я поизучала ваш инстаграм и пришла к выводу, что у вас такой крепкий характер, я бы сказала, бойцовский. Операции, не операции, встала, пошла дальше. Я была вообще поражена. Еще такая история, над которой я просто от души посмеялась. Это ваша свадьба. Когда вы на торжестве... Как это смешно. Ну, вы показали свой характер, когда вы спели в знак протеста против вашей жене быть с мужем, песню Путана. Я хочу, чтобы меня хоть кто-нибудь понял и услышал. Так они так и не поняли? Да нет, мы еще, знаете, гуляли вместе на одной территории, было две свадьбы. И я вышла с гитарой в знак протеста, спела песню Путана. Так еще соседняя свадьба вся подходила, благодарила жениха. Родители мои говорили, какая у вас классная невеста. В общем, мой знак протеста никто не воспринял как протест. Какими качествами должен обладать артист, который пишет, от души творит, а не пишет музыкальный ширпотреб, как удержать зрителя, как вообще его привлечь к себе? Артист прежде всего должен творить. Он должен писать, играть, петь, исполнять, жить. Жить тем, что происходит внутри. А поверьте, людей столько на планете, и обязательно найдутся люди, которые поймут то, о чем вы хотите сказать миру. Вот, пожалуй, и все. Надо быть самим собой. Вы не гонитесь за миллионными аудиториями. Вообще-то, хотелось бы, конечно, иметь много миллионной аудитории. Прямо здесь и сейчас и сразу, тем более, что уже 20 лет на сцене, 22-й уже идет. Но мне кажется, всего достаточно. Есть люди, которые меня понимают, слышат, приводят других людей, они внимательно смотрят. Причем, знаете, кто мне больше всего нравится? Скептики. Скептики, которые говорят, даже сейчас, спустя 22 года, да что она может, это муж. Это все у нее муж. Есть один закон. Просто надо набраться терпения. Если есть скептик, поверят в то, что вы делаете, круче единомышленника в жизни не найти. Вы у нас почетный посол туризма и культуры Кореи. 15 лет. Ой, уже много. Много лет. Я даже не считала. Ну, вот хотелось бы, чтобы вы сами оценили свой вклад в сближение наших стран. Что было сделано? Нам удалось, вот как вы говорите, маленьким народам. Они становятся крепче, они соединяются в ядра. Когда вокруг все плохо становится, да, и что-то угрожает их вымиранию. В итоге мы смогли сохранить, как могли, наш язык. Нас называют кариосаром. Русские корейцы. Мы научились готовить из тех продуктов, которые есть. Вы знаете, например, что корейская морковка, ее в помине нет в Южной Корее. Это блюдо, которое придумали корейцы, живущие здесь. В Корее не было морковки, а здесь она была. И вот они делали салат из корейской морковки. И я помню, был очень смешной случай, когда президент Южной Кореи приехал к нашему Владимиру Владимировичу Путину. Это показывали в новостях. И Владимир Владимирович его угощал национальным корейским блюдом. Корейской морковкой. Человек, который хочет узнать вас получше, может открыть для себя в вас такие удивительные стороны и таланты. Вот я, допустим, засматривалась вашими огородными историями, которые вы публиковали в Инстаграме. Я искренне переживала за эти ягоды, съеденные птицами, подчистую. А я-то как переживала. Я с ними сколько лет уже боюсь с этими птичками. Там и огурцы, и помидоры, и кошка в теплице рожает. Вы даже картошку своими руками сажаете. Вот поделитесь каким-нибудь оригинальным рецептом с нашими югорскими домохозяйками. Что такого самого необычного приготовили из своего урожая? В этом году родилось очень много облепихи. Она же колючая и ужасная. Я в интернете посмотрела, как правильно снимать облепиху. Мне понравился этот рецепт, когда срезаешь целые ветки, целые ветки, и потом стряхиваешь эту ягоду. Но я не знала, куда такое количество переработать. И мы подсказали просто замечательный рецепт. Я его назвала солнышко в баночке, потому что облепиха очень красивая, яркая, солнечная. Берешь обычную соковыжималку, бросаешь туда ягоду. Вот это мне прям очень сильно понравилось. Ничего делать с ней не надо. Выжимаешь сок, добавляешь в этот сок один к одному сахар. И все это в блендере как следует перемешиваешь до однородной массы. Разливаешь по удобным баночкам. В данном случае у меня были такие контейнеры. И все. И ставишь в прохладное место. А достаешь через пару дней, знаете что? Вкусное, лучистое, сладкое, солнечное желе, наполненное живыми витаминами. Югра, как известно, нефтяной край. Я не могу обойти эту тему стороной. Вопрос, шутка. Ну, как говорится, чем черт не шутит? Вы написали гимн шахтерам. Написали гимн футболистам к чемпионату мира. Может, напишите гимн нашим нефтяникам или газовикам? Вы знаете, это не может быть шуткой. Это, наверное, одна из самых сложных тем, как оказалось. Действительно, я не могу писать на заказ песни. То есть я их дарю. Эта песня должна быть пережитой. Я должна очень хорошо погружаться в отрасли, которые пишу. Мне однажды, да простите, мне газовики пригласили в газовую компанию, пригласили специально на место разработки. Я не смогла написать, потому что я увидела из земли красивые, покрашенные желтым цветом трубочки, торчащие металлические. Потом увидела цех, в котором все идеально. Я говорю, подождите, а где экшен? Где этот газ? Фонтан. Да, где это все? Мне же нужны какие-то эмоции. Они говорят, да вот наше аккуратное производство. И мне осталось только пожать плечами. А мне бы в грязь, в ту самую грязь, из которой состоит по-настоящему труд нефтяника. Вот тогда найдется то, знаете, пропахшее, крепкое, смазанное вот этой вот нефтью слово, которое попадет в самое сердце настоящему нефтянику. Вот, пожалуй, и все. Так что приглашайте в самую грязь. Всегда ваша Анита Цой.